здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте мои подписчики на канале youtube голова садовая наконец-то я уже у себя на огороде мне никуда не надо представьте счастье значит я стою около грядки со свеклой почему свекла ну потому что вот пришло время ее убирать мухи солнышко мухи прям замучили пришло время убирать свеклу а некоторые из вас ждут чего ждете если ботву свеклы бабахнет морозом тогда простите в процессе хранения ваша свекла вряд ли пролежит долго ну может быть месяца полтора-два от силы поэтому нельзя свекли быть под морозом а вы вспомните мы свеклу когда сеем разве когда морковку весной или лук нет мы ждем тепла потому что это принцесса она любит только тепло и убрать ее надо до наступления пусть даже ночных но легких заморозков чтобы ничего уже не испортить значит у меня посажена моя любимица правда очень люблю эту свеклу цилиндра у меня теперь редька цилиндра свекла цилиндра в этом году она конечно превзошла мои ожидания это не цилиндра это конина какая-то ну а что делать другой же нет вот хочу чтобы вы видели что здесь посажен один ряд вот эта зелень она не от свеклы которая там растет от свеклы которая растет в середине этой узкой грядки ну вот такая нынче свекла ну я не знаю лебедь белая ой то есть красно-зеленая смотрите какая красавица ой обалдеть просто и поплыли во волна природа просто фантазия у нее безгранична также как и всем растениям убрав свеклу сразу оборвите у нее ботву значит нож нож у меня как у пирата за голенищем и обратите внимание сколько здесь точек роста смотрите 1 2 3 4 5 и так далее очень много для того чтобы свекла хорошо хранилась нужно все-таки вот эти точки роста у нее убрать видите еще не убрала поэтому придется их прямо удалять иначе ваша свекла все время будет вы выбрасывать маленькие вот эти вот растеница и при этом что происходит она тратит силы отсюда для того чтобы вот здесь выросли до новые вот эти вот лохматые зеленки нам это не нужно поэтому свекла должна быть обработана так и хвостик конечно тоже обязательно вот в таком виде свекла должна храниться а теперь хочу остановить ваше внимание на том что для свеклы выбирая всегда грядку шириной ну 40 сантиметров сажая ее по центру один ряд а в процессе роста она сама она сама ложится вправо влево вправо влево причем почти через одну почему так да потому что свекла это не царица не королева она принцесса на огороде она не любит затенение даже собственными листьями не то что чужими никого рядом с ней подсаживать нельзя вы все испортите а я вам показывала вот там с краю петрушка и пришлось ее обрезать под корень потому что та часть свеклы которая около петрушки еще и без солнечного света просто плохо выглядит свекла единственное растение на нашем огороде из плода овощных растений которые называются растения солянка эта принцесса приехала с побережья среди земноморья а это соленое море она себя прекрасно чувствует и в соленой почве и если вы даже в процессе образования корнеплода пару раз за лето польете ее раствором соли но это примерно 100 грамм соли на 10 литров воды достаточно пару раз когда уже у нее образовался корнеплодик ваша свекла будет очень и очень сладкой и концентрических кругов у нее будет гораздо меньше но я могу бесконечно рассказывать про свои любимые растения я их всех люблю и овощи и цветы и так далее поэтому я надеюсь что вы меня услышали и поняли пришло время выкопать свеклу поторопитесь пожалуйста под мороз ей попадать нельзя на этом пока